Олимпийский ринг Боксеров бывших наших республик И так вспоминается очень много Интересно Хочу сказать, что Акшалов Слышал, мне говорили Что это боксер Один из претендентов будет На Олимпийское медаль Хороший, подвижный Быстрый Все боксеры Казахстана Которые пробылись на участие в Олимпийских играх Все претендуют на медали Сильная команда Ну казахи всегда были И при этом молодая 20 лет всего вот этого боксера Хотя и венгер не намного старше Всего на год Оба съездили в прошлом году за океан На чемпионат мира в Чикаго Но ничего особенного там не добились Венгер в первом же бою Уступил своему сопернику А Акшалов прошел чуть дальше Во второй круг Но неплохо начал Акшалов Да, вы знаете Немножко правда Лишних движений много Суеты много Но чувствительный Очень чувствительный Вы знаете Вот подходит 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 Очень важно Вовремя бьет Вовремя бьет Точно бьет Ну немножко Чуть-чуть убери суету Притормози Остановись немножко Чуть-чуть И будет намного четче Ну молодой еще горячий Нет, я думаю Ну молодой это само собой Горячий, да Я думаю, что все-таки Все-таки Ощущение Участия на Олимпийских играх Тем более Первый бой на Олимпиаде Мы уже Не раз об этом сегодня говорим Но первый бой Он очень тяжелый Он очень ответственный Как он закончится Так и С таким настроением Если Побеждает спортсмен То это Естественно Добавляет ему эмоций Положительных Настроя И очень хочется победить В этом бою Хорошо, Борис, сказали Вкатывается В турнир Неплохо Аксалов начал Много я еще раз говорю Много суеты Вы знаете что И Мне кажется Очень много риска Потому что он все время в атаке Все время в атаке Не очень думает о защите Накатывает одну серию Вторая серия Большое количество ударов Но не все попадают Посмотрим Как он будет продолжать О защите О защите Не очень много Места По-моему Для защиты Мне так показалось Поначалу Ну вот если В углу Венгерского боксера Укажут На те ошибки В работе Аксалова Которые вы заметили Тогда может Миклэш Варга И сможет Показать себя Более сильно Казахстан Казахстан Мы слышим Скандируют Болельщики Из Казахстана Неплохая поддержка Для молодого боксера В хорошем темпе Кстати Бой идет В хорошем темпе Все время Нависает На соперников Акшала Вы знаете Такое ощущение Нависает Постоянно И вот-вот-вот Будет атаковать И психологически Это давит И потихонечку Начинают подразбивать Мне кажется Попадать Чаще Чаще попадает Казахстан Вот еще Хороший Подряд Два удара Прямой Левый Потом Справа В хорошем темпе Серийно Ну вот Все-таки Все-таки Варга Он не бьющий Не так кажется Бокшер Не может жестко ударить Но Что касается Акшалова Уж больно Он открыт Иж больно Он так вот Открыл Забрал И идет в атаку Открыл Забрал Но он быстрее Понимаете Может за счет этого За счет скорости Но дело в том Что если он так ведет Свои поединки все То есть есть боксеры Которые Которые могут не уступить Его скорости И наказать И наказать Которые немедленнее его Ну посмотрите Довольно быстро Растет Растет Счет В пользу А потому что Он настраивает удары Серия на серии Удар на удар Удар на удар Быстро бьет Бьет Он не дает опомниться Вот смотрите Практически Пауз нету Вот смотрите Без пауз Раз задергал Раз ударил Да Мало пауз Раз пять в защиту Но потом шестой удар То проходит Попадает Попадает Вот смотрите Постоянно Нависает Над Венгером Неплохой боксер Акшалов Неплохой боксер Но уж больно Рисковый парень Да Слишком рискованно Он наносит удары Эти Да и потом Достаточно много Попаданий у него А вот такой От четкости Мощи в этих ударах Ну я бы тоже не сказал Скорость есть А нету четкости Наверное надо ему еще Чуть-чуть возмужать Ну это возмужать Значит прибавить в весе Я думаю Что просто Удар же вот Вы знаете У нас был такой боксер 48 килограмм Мое время 48 килограмм Всего лишь Александр Ткаченко Украина Немало боксеров Здесь с Украиной Почему-то я вспомнил Про Ткаченко Так вот я бы хочу сказать Дорогие друзья Я удивлялся Ну кожа до кости Ну падали все Ну почему Я говорю Саша Как от тебя падают Я не знаю За счет Ну не мощь А за счет скорости За счет скорости И в точности И в точности Да Акцентирован Удар получается Акцентирован То есть масса Здесь особого роли Не играет Конечно А он боксировал Я помню С чемпионом Олимпиады Гетов был такой Великий венгерский боксер И Ткаченко На чемпионате Европы Ну никто Вышел мальчик Мальчик вот такой Там по 17 лет Ударил И Гетов упал И потом спросили А кто это А вы знаете Иногда бывает Ну это чаще В профессиональном боксе Когда Боксер переходит Более низкую весовую категорию И при этом Начинает бить сильнее То есть боксер Ну опускается Скажем С среднего веса Борис Я вам объясню почему А он подсушивается Он становится Он вынужден Немножко придерживать себя Подгонивать вес И он выгоняет листья Он подсушивается Сухим За счет этого У него скорость появляется больше За счет этого За счет отсутствия воды Появляется скорость Это Ну это Обнародный факт Об этом все знают И поэтому Он становится бьющим За счет скорости Вообще был бы блестящий Боксеры Чуть-чуть Чуть-чуть жесткости Вот Тогда бы И чуть-чуть Прибавить защиту А потом Знаете Они все равно Немножко подражают Все подражают И же кумир Серик Анакбаев Великие боксеры Они вот По манере видения По рисунку И насколько он был Техничный Грамотный Четкий Бил Ну это Вот такие Попылки казахи Подражают Но это не всегда правильно Потому что У каждого Каждая природа Наградила Какими-то Своими качествами Да Свой стиль И Вот эти Свои качества Лучшие качества И надо использовать Опа Кричат Казахстан Кальчики не унимаются Да Ну и правильно делают Молодой боксер Должен чувствовать Поддержку Что он не брошен Здесь В чужом Далеком городе Ну я же не думаю Что это кричат Китайцы Казахстан Почему мы Отвлекаемся Да потому что Исход поединка Достаточно ясен Он и понятен То есть набросал Столько ударов С самого начала Первого раунда Казах Что я думаю Что варианты Уже Варианты все отпали Очень грамотно Это мне кажется С самого начала Сделал себе запас Задел А вот Вопрос такой А как Опять же Что касается Давайте подумаем А как можно С самого начала Сделать себе задел С кубинцем Например Объясните мне Нет Ну конечно Это можно сделать Тогда Когда соперник Себе этого позволяет Естественно А то задел Сделал Я тоже хотел Задел с кубинцем Сделать А то прыгай себе Да Ну так же не бывает Потому что Пойдешь на кубинце Делать задел И получится Абсолютно обратная И останешься не у дел Да Абсолютно обратная картина Просто Мастерства у него Хватает У Ахшала Он сделал свое дело Практически Набросал столько ударов Количество ударов Дышит Ну не очень сильно Устал Может прибавить еще С ним Вот спокойно Нету Никакой нервотрепки Люди спокойные Секунданты говорят Ну ты знаешь Ты как хочешь Но не рискуй Вот Все нормально У тебя Все хорошо Вот и все Принял бой Не уходит Ведь сколько он попадает Акшал Жестко попадает Точно Ну вот Жесткости будет Немножко побольше Вот Пет попал же Где-то В корпус Не засчитали Ну не засчитали Но вот если бы Сжал бы кулак То я думаю Что было бы понятно Все Но как-то вот не хватает У него четкости Удара Надо уходить из угла А он принимает Этот встречный бой Очень опасен Акшалов опасен Ну то есть Для себя опасен Я имею Для Своей подготовки Боевой Потому что Выходит с хорошим соперником Бьющим соперником Кто наверняка Может пропустить Я думаю Что на мере Где-то вот так Вот такой Встречный бой Выбрал На чемпионате мира А почему проиграл Потому что В следующем круге Да Согласен был пожестче И на этом все И закончилось Ну вот здесь Ситуация может повториться Ну я говорю Что слишком Он Беспечен Ну бой он выиграл Сомнений никаких нет А уроки Конечно Извлекать надо Ну да Хороший Даже из победы Технично Хороший боксер Отсутствие Отсутствие мощного Накрутирующего удара И вот это вот Вот эти вот встречные удары Вот этот вот встречный бой И он пропускает Достаточно большое количество удара Вот это вот Конечно Будет мешать Или уже мешает Все Все бой закончен Нельзя сказать что Закончены мучения Для Акшалова Хорошо он отработал Может быть доволен собой Посмотрите Улыбка на лице уже появилась А с кем он боксирует Следующий поединок Следующий Он будет боксировать С китайским боксером Вот которого мы видели В предыдущем бою Но я вам хочу сказать Что там будет бой Двух частичных боксеров Я не думаю Что китайц может больно ударить У Акшалова есть шанс Во всяком случае Мы за него будем болеть Ну а безусловно Поздравляем Молодого Казахстанского боксера А на этом Мы заканчиваем Сегодняшний репортаж О третьем дне Соревнований боксера Для вас работали Заслуженный мастер спорта Виктор Рыбаков И Борис Крепко Всего доброго До завтра Удачи всем